Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! Если меня видно и слышно, ставим плюсики. Мы с вами сейчас будем начинать. Еще раз поприветствую вас всех. Меня зовут Тулиген Урозалиев. Напомню, трансляция ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании Альпари. Для чего встречаемся мы ежедневно? Для того, чтобы помочь трейдерам-инвесторам разобраться в ситуации сегодня на рынке по техническому анализу. По валютным парам евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс-золото. Понимать, что происходит, понимать, куда мы двигаемся, понимать, в какую сторону сейчас развивается тренд. Вот, если меня хорошо слышно, я продолжаю все, я вижу плюсики. Если видео не обновилось, перезагружаемся, обновляемся, смотрим далее, да? Вот, я думаю, что вчерашними нашими торгами вы остались довольны. По крайней мере, ну, я был доволен, потому что вчера была прибыль. Вчера была прибыль по золоту, вчера была прибыль по евро, и был небольшой убыток по фунт-доллару. И так, еще днем. Ну, да, я подал заявку на то, чтобы встречаться нам еще днем, ее пока не одобрили. Когда ее одобрят, в расписании появится еще один курс, он будет называться «Полуденный обзор валютного рынка для эффективной торговли». Еще раз напомню, многие мне задают вопрос, разве это обзор? То есть, ну, грубо говоря, да, действительно, это не обзор, да? То есть, что такое обзор? Обзор – это когда мы говорим, вот вчера, допустим, взорвалась бомба, и после этой бомбы упало два дома. Это называется обзор, да? То есть, обзор – это мы обсуждаем то, что произошло, да? То есть, я думаю, что правильно многие возмущаются, потому что у нас не обзор, у нас именно идет, ну, наверное, какой-то аналитика для эффективной торговли. То есть, не обзор, а аналитика, скорее всего, для эффективной торговли. Но еще раз скажу, что есть аналитика двух типов – фундаментальная аналитика и техническая, да, грубо говоря. То есть, мы не учитываем фундаментальные факторы. Почему повторяюсь? Потому что новички присоединяются, то есть, ежедневно я получаю письма от новичков, которые пишут те же самые слова благодарности, которые писали уже знакомые мне люди. То есть, вот с кем я уже общаюсь ежедневно два месяца, вы для меня уже действительно, ну, как бы, поименно я вас всех знаю. Поэтому, как бы, все хорошо, принимаем новичков, объясняем, в чем суть дела. То есть, суть дела в том, что согласно стратегии авторской мы находим коридоры горизонтальные. Вот. И из этих коридоров мы обязательно куда-нибудь уходим. Из всей моей многолетней торговли, то есть, это является более успешная стратегия и тактика, которую я сейчас даю людям. Почему? Потому что она действительно увеличивает депозит. Я работаю на реальном счете, то есть, никаких тайн нету. На экране вы видите реальный счет, вы видите, как он растет. Я вам показываю историю. Вместе с вами я совершаю сделки. В течение дня я добавляю, если есть какие-то пробития. Вот. И сейчас мы посмотрим, что же там произошло. Вот. Поэтому здесь, вот, да, в этой стратегии самое главное – это дисциплина. Потому что в течение дня я получаю очень много писем, где мне задают такие вопросы. Вы знаете, еще сотка не пробилась, но уже мне кажется, что она еще раз пойдет. То есть, если сотка не пробилась телом, не заходим. Если выключила стоп, сидим, спокойно контролируем. Вчера в конце семинара я сказал – без паники, без паники. То есть, действительно, без паники. Один раз в час, там, 59 минут заглянули – нету пробития сотки. Занимайтесь дальше своими делами. Через час смотрим – нету пробития сот. Через час смотрим – снесло стоп-лосс. Через 2-3 часа смотрим – он еще раз вышел. Вот в этот момент мы заходим. Все. Из такого вот предупреждения, то есть, официального, то есть, я заканчиваю. Соблюдаем money management. Ищем коридоры. По поводу коридоров мы вчера спорили. Любой коридор отрабатывает, какой бы вы ни взяли – левее, правее и так далее. Самое главное – нужно знать принцип. Принцип такой, что я сейчас буду объяснять. И нужно понимать, что верхняя точка всегда определяется черными свечами, а нижняя точка всегда определяется белыми свечами. С чем это связано, сразу расскажу. То есть, как бы я много лет за этим наблюдал. То есть, верхний уровень образуется именно тогда, вот запомните это навсегда, да, когда от него уже пошла какая-то реакция. То есть, мы будем биться в него белыми свечками, бьемся, бьемся белыми. Но как только мы увидели что-то черное вниз, это говорит, что этот уровень сработал. Значит, его мы отмечаем как важный уровень верхний, его мы отмечаем по черной свечке. А важный уровень нижней всегда будет лоу белой свечки. Почему? Потому что бьемся вниз, бьемся, и в итоге отлетаем вверх белой свечкой. Вот откуда отлетели – это и будет уровень. Вот это запомните во время поиска коридоров. Вот. Поэтому всем сегодня желаю хорошего зрения, то есть, хорошего слуха. Начинаем мы с вами обзор. Поехали. Что у нас там с вами происходит, да? Итак, ситуация вчера, и я ничего, как обычно, не меняю на графике. Вот. И мы с вами видим, что же с вами вчера произошло. Ну, начнем, как обычно, с евро. Коридор я не трогаю, то есть, я единственное вот так открою. Вчера я взял вот такой загадочный коридор. Сергей Санников со мной спорил, как бы, он немножко, ну, не мог понять. Я потом это объясню, если кому-то нужно. То есть, когда я не вижу никаких коридоров, то есть, и никаких каких-то полудуг красивых. Вот здесь, вот здесь вот все видно, да? И вот здесь вот все видно. А вот вчера была ситуация такая, что ничего не было понятно. Поэтому я взял коридор. Какой? После белой свечки черное падение, которое пробивает лоу. То есть, была белая свечка. Видите, белая. После нее черное падение, которое пробивает лоу. То есть, это ключевая свечка для верхнего уровня. От нее мы оттолкнулись и пошли на пробитие лоу. Значит, его я обозначу как вверх. Низ я обозначу белой свечкой. То есть, подошли, первая белая свечка, и активно мы пошли вверх на 100%, до черной. Объясняю. Черный, если это у нас верхний уровень, то от белой на 100% мы вернулись. Значит, вот это, вот это, это действующий коридор. Я вам ранее этого не рассказывал, но это одно из правил, которые я создал во время этой авторской стратегии. Все, коридор был выбран правильно, потому что тестировалась 161-ая тютелька в тютельку первый раз. Помните, я вам сказал, когда вы сомневаетесь в коридоре, смотрите, как тестируется 161-ый. Если он тестируется тютелька в тютельку, значит, этот коридор был выбран правильно. Все, поехали. Первый раз вышли из коридора, получили стоп-лосс. Второй раз вышли из коридора, но мы не участвовали в этих сделках, сразу предупреждаю. Получили стоп-лосс. И мы с вами вчера зашли вот здесь. Мы с вами встречались вчера в 6 утра, то есть по московскому времени, вот здесь вот, по времени терминала, вернее. Зашли мы с вами в бай, поставили тейк-профит на 261-ый, стоп-лосс на 76-ом. И вот здесь, давайте я увеличу. Вот здесь, пожалуйста, поставьте плюсики, ребята, которые согласны с тем, что наш тейк-профит был снят тютелечку в тютелечку, и потом рынок ушел навсегда вниз. Согласитесь, да, Серик? Вот уникальность именно в том, что наш тейк-профит тютелька в тютельку поцеловала и ушла. А если бы его не задело, представляете, вот наш тейк-профит, какие здесь убытки, 170 пунктов, да? Ну ладно, там стоп-лосс наш с проскальзыванием бы забрало бы. Хорошо, я поздравляю всех, кто забрал прибыль на 261-ом, кто все-таки поверил мне, зашел, хотя в конце семинара я вчера сказал. Давайте по евро воздержимся, потому что какой-то сомнительный коридорчик, но все-таки отработал коридорчик 261-ый. Спасибо, евро. И еще раз я напомню, почему я работаю только по евро, по фунту и по золоту, потому что именно вот эти ребята, евро, фунт и золото, они отдают нам наши тейк-профит. А вот какая-нибудь там, не знаю, иена там или новозеландец, или еще что-нибудь, она бы могла не отдать. То есть из многолетнего опыта, я сначала тестировал 15 валютных пар, потом постепенно перешел на 10, исключил австралийца, канадца сразу, в некоторых случаях они не добивают там, да, к примеру. И в итоге я понял, что евро и фунт, они бьют всегда. Ну новозеландец тоже молодец. Я имею в виду, что все молодцы, но если вы будете тестировать год, год, то вы поймете, что новозеландец часто застревает в коридоре по 8, по 10 стоп-лоссов. Этого не делает фунт. Сразу скажу, фунт 2-3 стоп-лосса отдал, 2-3 стоп-лосса отдал. Вот, я почему делюсь сразу наблюдениями. И австралиец тоже один раз у меня как застрял 11 стоп-лоссов. Он просто уничтожил депозит. Австралиец уничтожил депозит. Поэтому я как бы и сейчас не хожу на австралицы. Хожу на евро, хожу на фунт, хожу на золото. Этого достаточно. Поэтому будьте внимательны, соблюдайте манименеджмент. Иногда бывает и по 5, и по 6 стоп-лоссов, и по 10, и так далее. Отрабатывает? Хорошо, все отлично. То есть, если вы видите, что отрабатывает, вперед. Я говорил, что на всех валютных парах можно зарабатывать. Единственное, я просто делюсь опытом, что были у меня случаи, когда евро и фунт-доллар при одинаковых условиях в один и тот же день. Евро, фунт и так далее. Они отрабатывают, а австралиец или канадец застревают и начинают колбасить внутри коридора. А вот вчера мы наблюдали наоборот. Евро, фунт застряли, а там канадцы, австралийцы рисуют красивые тренды такие, красивые. Вот, все, правильно говорите. Нужно проанализировать теперь евро на H4. То есть, если мы отработали вчера 261, то убираем Фибоначчо как отстрелянный патрон. И видим, что вниз мы уже не успели зайти. Почему не успели? Потому что последняя полдуга, которая у нас была, красивая, вот она была. Но она тут же моментально бьет 261 и сейчас облизывает 261. То есть, это называется оверлок. Вспоминайте, да? То есть, у Фибоначников есть оверлок. Я считаю, оверлок это очень плохое действие. Лучшее действие это когда целует и уходит. А самое худшее действие это когда он его со всех сторон облизывает этот уровень. То есть, непонятно, то ли вверх, то ли вниз. Когда целует, понятно, так щелкнул, отошел, понятно, что он дальше 261 идти не хочет. Значит, идет на 161. А когда он так лижется, значит, хочет идти скорее всего сюда. Поэтому, когда вот такое происходит, когда мы не успеваем на 261 заходить, давайте посмотрим 4-х часовку. И по 4-х часовке у нас есть запас. Запас чего? Запас хода. То есть, можно нам сходить вниз. Но здесь нужно правильно натянуть Фибоначчи. Правильно, Фибоначчи здесь будет вот такая. То есть, не до суда. Я не буду объяснять почему, но это правильная Фибоначчи. И смотрите, она, ну я даже не знал этого, да. То есть, она четко отработала 261. И тут же давайте я вам продемонстрирую неправильную Фибоначчи. Смотрите, то есть, традиционно бамс. И никаких 261 здесь нету. Видите? А если мы возьмем правильную Фибоначчи, обычную, бамс, то мы видим четкое касание 261. То есть, даже здесь я вам сейчас показываю, что обычный человек, который не знает секрета натяжения Фибоначчи, положит этот уровень вот так. И будет комментировать это так. Так, евро пробило 161 уровень, сейчас находится под 161, он стремится к 261. Будет примерно вот такой обзор, да. А у меня будет обзор такой. Евро пробило и четко тестировало 261 уровень, он и евро уже никуда не стремится. Вот, поэтому резюме на сегодня по евро входов сегодня нету. По евро входов нету. И единственное, я вам обозначу коридор, за которым нужно следить по евро, это вот эта нижняя цена. Эта нижняя цена, я вам ее скажу, это 1.08.987. Она легко определяется, если мы прилепим на нее Фибоначчи вот так вот. И вот здесь вот написано 1.08.987. Если будем пробивать 1.08.987 вниз, то торгуем до 261. До 261 какого? Совсем маленький ход будет. Если она прямо сейчас убежит, да, то торгуем вот до суда. Это смешно, до 1.08.47. Это очень смешно. Поэтому предлагаю сегодня следить по евро за коридором, за коридором вот таким. Ой, магнитик неправильно прицепился, сейчас секунду. Вот таким коридором. Вот. Предлагаю следить за евро за таким коридором. То есть нижняя цена 1.08.987, верхняя 1.08.827. А Николай пишет, 50% нету. Так они в течение дня образуются. Поэтому я предлагаю смотреть за коридором. И если цена пойдет, ну, смотрите, у меня какое предположение, что евро просто пойдет и с той стороны вылезет. Это мое предположение. Но если евро, смотрите, скорректируется, правильно говорите, Николай, до 50% и пробьет вниз, тогда просто Fibonacci вот так подвинете на хай. Вот и будете торговать до 261. Но мое мнение, и в течение дня вы меня, может быть, еще раз вспомните, мне кажется, евро просто с той стороны сейчас вылезет и будем торговать вверх. Если она с той стороны нулевки вылезет, у нас запас хода хороший, поэтому я буду торговать вверх. То есть отсюда вот до сюда это порядка 280 пунктов. А если не корректируясь, уйдет вниз, правильно говорите, тогда будем говорить, что сегодня на рынок мы заходить не будем. Не будем заходить. Давайте еще посмотрим 4-х часовку. То есть она не дает возможности зайти. 4-х часовка, смотрите, потому что она уже отработала. Еще раз повторюсь. 4-х часовка уже отработала. Она не дает возможности зайти. И давайте посмотрим дневку. Дневка, смотрите, мне просто интересно, что там творит дневка. От дневки осталось чуть-чуть добить до 261. Но, по правилу, дневка должна идти на 423. Почему? Потому что она пробила вместе со 161. Видите? То есть дневка пробила вместе со 161. То есть дневка стремится на 423. То есть еще 160 пунктов вниз стремится дневной график. И посмотрим на недельки одним глазом. Ну, на недельки тоже готовится пробитие вниз. Почему? Потому что уже полудуга скорректировалась более 61%. То есть здесь я, смотрите, как ориентируюсь. Вот он мой ключевой low. Вот он мой ключевой high. Коррекция уже более 61%. То есть будем пробивать сотку. То есть будем пробивать сотку по евро на недельки. Вот. Если мы будем пробивать сотку по евро на недельки, значит, мы будем идти на 463 по дневке. Это однозначно. Ну, как бы я так говорю, знаете, потому что видел такие ситуации в прошлом. Пойдем на 463. Все хорошо. И доказательство тому, что на дневке мы уже пробили вот эту белую свечку. Смотрите. Вот эту белую свечку пробили. Все. Значит, идем на 261 от вот этого всего безобразия. От вот этого всего идем на 261. Вот мы идем вот сюда. Вот. Если эти уровни сейчас сравнить там с дневками и так далее, они все будут совпадать. Доказательство. То есть пробитие вот этой беленькой. То есть беленькая держала. Пробили также еще и эту беленькую. Мы контролируем только нижние белые свечки, потому что это low. Если мы пробиваем, это разворот. Контролируем. Смотрите. Присел, пошел. Значит, контроль идет уже за этой белой свечкой. Присел, ушел. Контроль идет вот за этой белой свечкой. Вот за этой. И вот в этом месте, то есть начал формироваться рейндж. Вот смотрите, вот эта точка ключевая. Бьем, бьем и не можем взять. Потом. Не можем здесь взять кого? Вот этот последний low не можем взять. Смотрите. Бьем, 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 бьем. Разгоняемся и пробиваем. И вот когда он пробивает вниз, соответственно, нужно наложить все ключевые белые. И посмотреть, сколько. Да, уже понятно. Уже конкретный разворот евро нарисовал. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Есть ли звук сейчас? Раз, два, три, четыре, пять. Если звука нету, то звук есть. Все хорошо. Все. То есть я к чему отвлекся? Я отвлекся к тому, что сейчас у евро уже подневки. Подневки. Есть хороший нисходящий толчок. То есть импульс хороший вниз. Мы идем вниз. И это еще раз доказательство. С одного маха 261 отрабатывает. Поэтому вернусь к сегодняшнему резюме. То есть самостоятельно контролируем нижнюю цену. Нижнюю цену. Самостоятельно контролируем ее цена. Нижняя. Еще раз повторюсь. 1.08987. 1.08987. Контролируем низ. И контролируем вверх. Сейчас я проверю просто, чтобы потом правильно было. И контролируем вверх вот здесь. 1.0886. 1.10886. Вот. Вот. И смотрите. Ну вряд ли такое произойдет. И если оно будет тестироваться до 50-го и пробьет вниз, тогда Фибоначо подвинете вот так и зацепите за хай черные свечи. И торгуйте. И будете торговать до 261-го. То есть если вчера у нас был какой-то вход, был какой-то, то сегодня у нас входов вообще нет. У нас бывает с вами такая ситуация. Нужно просто следить за нижней ценой. Обращу ваше внимание. Я не предлагаю вам верхнюю цену, потому что я не знаю где она. Я просто говорю, что ориентировочно она сейчас здесь. Но в любой момент она может быть где-нибудь здесь. Поэтому я вам говорю только про нижнюю цену. 1.08987. Нижняя цена. Это для краткосрочников, то есть которые внутри дня закрываются. Если торгуем долгосрочно, то есть я вам вот покажу, то есть повторюсь, есть долгосрочная сделка, красивая, такая хорошая, красивая, но в нее нужно было заходить, видите, когда вчера, что-то мы ее проглядели, за вчера она уже дала 120 пунктов. То есть в те дни она пробила сотку, вчера можно было заходить до 261-го. Вот. Если сейчас в эту сделочку зайти, смотрите, обратите внимание на ваши депозиты, если деньги есть. В стопе 260 пунктов, в тейке 450 пунктов. Евро идет на 261-й по дневке. Сейчас флет. Флет на часовке, но ни в коем случае флет не на дневке. На дневке уже тренд. На дневке тренд. Поэтому как бы, ну на часовке и невооруженным взглядом видно, что флет между соткой и 161-м. Между соткой и 161-м. И никуда мы еще пока не уходили. Я надеюсь, что по евро все понятно. По евро все понятно. Следим за нижней ценой. Переходим на фунт. Что же фунт нам вчера устроил? Праздник. Фунт снес стоп-лосс. И пошел 261-м. Но уже без нас. Смотрите, мы вчера с вами встречались вот здесь в 6 утра. Встретились. Он протестировал 161-й. Снес стоп-лосс. С той стороны он не вышел. А потом одним махом вышел до 261-й и не дал возможности нам заходить. По фунту сегодня наши сделки вчерашнего коридора отменяются, потому что уже 261-й отработал без нас. Без нас отработал 261-й. Вверх не ходил. Коридор, значит, правильно был выбран. Здесь четко тестировал 161-й. Значит, коридор был выбран правильный. Коридор мы выбирали аналогично по евро. То есть не было другой возможности. Мы взяли пробитие low и самую нижнюю белую свечку. И вот это говорит о том, что правильный коридор. Вот это говорит о том, что коридор правильный. И вот это тестирование 261-й говорит о том, что коридор тоже правильный. По фунту все отработали, поэтому удаляю. Удаляю. Это отработали без нас. То есть отработали со стоп-лоссом. Вы поняли, да? Снесло наш стоп-лосс. На 261-й без нас ушло. Поэтому смотрю 4-х часовку. Но сразу по фунту скажу. По фунту контролируем нижнюю цену. Такая же ситуация, как по евро. Нижняя цена у фунта сформировалась на 1,52-487. Это low белой свечи. Важная цена сейчас для низа. И важная цена для верха. Я ее сразу поставлю. Здесь она ярко выраженная. 1,53-344. Вот здесь Fibonacci цепляется не за последнюю свечу, а за предпоследнюю свечу. Здесь за беленькую цепляем, а здесь за предпоследнюю черную. За предпоследнюю. Вот это коридор вам по фунту на сегодня. Если пробивает цену 52-487, просто Fibonacci двигаем за high. Какой у них сформируется high. Но важно, чтобы high коррекция сформировалась до 50-го уровня. Это важно. Потому что если она от 38-го, допустим, вниз пойдет, то коридор будет неправильным, некрасивым. Ну, скользящий снял. Слично. А, ну, у меня тоже с проскальзыванием был стоп-лосс. То есть движение такое было, что я свой стоп-лосс не узнал, если честно, в историю счета он был с проскальзыванием. Но, смотрите, депозит в любом случае увеличился. Почему? Потому что, вот, показываю вам историю счета за вчера, да? То есть стоп по фунту, также у меня стоп по безубытку закрыло. Почему? Потому что я добавлялся там. Тейк по золоту больше, чем стоп по фунту. 45 пунктов. Я вручную забрал что-то непонятно, что-то неправильно зашел, наверное. Тейк по евро такой же, как и по золоту. Вот 49 пунктов тоже. Тейк сработал. Остальные стопы маленькие, минусы-минусы. Это евро-доллар, и я там несколько раз заходил. То есть я ничего не скрываю, захожу всегда цельным лотом. Вот, и вот вчерашние сделки. Фунт-доллар минус, золото плюс, евро-доллар плюс. И поэтому депозит потихонечку растет. Вчера он был 20 чем-то, сегодня уже, ну, за вчера 400 долларов заработал. Ну, у кого-то больше пунктов. Да, потому что у меня сделки были немножко не такие, как у вас. Они с опозданием потом шли. Контакты есть в конце семинара. Смотрите, на заставке я поставлю вам свои контакты. Только у меня уважительная просьба. Вообще, ну, ко всем. Ну, сами понимаете, что клиентов очень много, и я не могу в почте обсуждать ваши сделки. Ну, на самом деле. Потому что, во-первых, они мне не интересны. Ну, как бы вы там, ну, кто-то мне досконально там пишет. Я вот там зашел, там-там-то, потом, короче, я придумал новую Fibonacci. Она отработала. Я идти на такие письма отвечать не буду, потому что таких писем много. А если что-то непонятно, тогда я отвечу. Я отвечу. Поэтому почта будет в конце, в конце самое, семинар в заставке. Ну, и золото. Золото мало мы вчера поставили, прибыли. Кто заработал вчера на золото? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я порадуюсь за вас. Кто на золото заработал? Классно. Мы вчера с вами зашли, на самом деле, добивали коридорчик, добивали коридорчик, красивый, ну, правильный коридорчик. То есть, это коррекция. Ходила на 161, смотрите. Изначально мы выбрали вот эту черненькую и вот эту вот беленькую, да. Дан-дан-дан. Раз на 161. Вчера мы с вами встречаемся, говорим, слушайте, ну, не ходила она на 161. Оно должно сходить на 261. И вот вчера не задела наш 100+, отработала 261. И когда она начала откатывать вниз, вот здесь начала откатывать вниз, мне один из слушателей позвонил на телефон и говорит, как вы так точно угадали цену 11, там, 71, 999 у нас что ли было, 72,00 она пошла и начала давить вниз. Вот так вот. Этот слушатель меня сейчас слушает, он говорит, вы так четко определили, ну, я говорю, там же 261, я ничего не определял. Я ничего не определял. Был 261, я всегда ставлю на 261, take profit. Но потом я ему сказал, слушай, ну, как бы, она пойдет на 423. Вот. Она так активно шла вниз, а потом я уже, ну, как бы, в конце рабочего дня я увидел, что 423 был покорен. Вот. Почему пойдет? Потому что слишком узкий коридор был по золоту. Слишком такой маленький коридорчик, и 261 для него это слишком мало, ну, 50 пунктов. Поэтому 423, 100 пунктов, это нормально. Вот. Поэтому, смотрите, делайте выводы сами, да, то есть, если такой коридорчик маленький, там, на 20, на 30, на 50 пунктов, ставьте take profit на 423. Нормально все будет. Золото отработало, смотрите, отдало, и тут же вылезло с другой стороны. Поэтому удаляем фибоначчи, и определяем, что же мы сегодня контролируем по золоту. По золоту мы сегодня контролируем нижнюю цену, нижняя цена у золота, вот она, это 1155,100. То есть, опять-таки, психологическая цена 1155. Золото, это вообще, она очень любит психологические цены. Нижнюю цену, которую контролирует на пророк, 1155. Вот. И если вот как-то отсюда мы сорвемся вниз, то фибоначчи будет выглядеть вот так вот. Торгуем вниз. Вот. А сейчас, пока что, пока что, сейчас контролируем саму вот эту палку. То есть, саму палку, которая летела вниз, ее пока контролируем. Нужна коррекция до 50. Нужна коррекция до 50, поэтому, пока контролируем только нижнюю цену 1155. Ну, для чего мы, она нам, ее бесполезно контролировать. Если не будет коррекции 50, не будем заходить. Если сейчас, вот смотрите, прям за палку цепляется. Не за шпильки, не за что, прям за палку. Почему? Потому что, здесь, я потом раскрою этот секрет, потому что палка с гэпом открылась, значит, внутри есть мини-коррекция, мы ее просто не видим. Палка открылась с гэпом, значит, цепляем за саму палку. Вот такой коридор. Бумс. Вот так. Корректируемся до 50, все, можете Фибоначчи двигать, откуда она начнет прорывать. Если ниоткуда не прорывает, уходит прямой наводкой на пробитие нулевки, в этом коридоре не торгуем, потому что коридор 240 пунктов. Во-первых, запомните правило, я не торгую в коридоре более 100 пунктов. То есть, если я вижу коридор 100, 120, 130 пунктов, я в нем не торгую, потому что до 76-го достаточно много денег будет съедать каждый стоп-лосс. Поэтому торгуем в коридоре до 100 пунктов. 90 пунктов, 80, 70, отличный коридор, 60. Ну и также становятся неинтересными коридоры в 20 пунктов, потому что стоп-лоссы у вас будет по 3 пункта, совсем смешно. Поэтому на сегодня обзор закончен. По евро контролируем нижнюю цену. Я вот так вот покажу. Нижняя цена у нее 1,08987. Ее смотрим, но ждем коррекции обязательно. Верхнюю цепляем, верхнюю цепляем. Вот прям за вот эту черненькую. Прям за нее цепляем. Все, ждем 50-й коррекции и вниз торгуем. По фунтику цепляем за вторую черную, не за последнюю, за предпоследнюю. И вот здесь за белую цепляем. Ждем 50-й коррекции и вниз торгуем. И вниз торгуем. И по золоту ситуация тоже самая. Цепляем прям за палочку, потому что она с гэпом открылась. Ждем 50-й коррекции, пробиваем вниз и вниз торгуем. Почему говорю вниз? Потому что на дворе кризис. Что такое кризис? Вспоминайте. Кризис это повсеместное подорожание американского доллара. Повсеместное. То есть доллар должен дорожать и в Европе, и в Великобритании. И по отношению золота, и по отношению тенге, и по отношению к российскому рублю. Доллар дорожает, значит идет кризис. Я отвечу, Сергей, я сейчас его внимательно почитаю. Там я не про вас говорил, там есть другие ребята. У вас хорошее письмо. А вот я говорил там про других ребят, где реально мне там неинтересно. То есть они зашли на какой-то африканский заар, натянули фибоначчо, предлагает мне смотреть какую-то самодельную фибоначчо, 150-ю, там 120-ю. И мувинг мне предлагает еще. На самом деле, мувинг, ну, я грубо говорю, не обижайтесь только, кто сейчас с мувингами работает. Я мувинг называю девочку легкого поведения. То есть куда идет рынок, туда и гнется мувинг. Рынок ведет вверх, мувинг гнется вверх. Рынок идет вниз, мувинг гнется вниз. Поэтому я ему не верю. Мувинг в 2008 году меня очень сильно подвел. А мувинг был хороший, 21-й экспоненциальный. Вот. Поэтому верю только коридорам. Верю, что человек может выйти из дома или человек может не выходить из дома. То есть я к чему говорю? Верю в то, что график может пробить или верю в том, что график может не пробить, а просто оставаться за другой, на другой стороне стены. Вот. И верю еще в то, смотрите, ну из жизни давайте пример возьмем. Если вы с разгона, с разгона пробиваете картонную стену, вы можете прямо возле стены остановиться? Скажите мне, пожалуйста. Нет, вы не остановитесь возле стены, потому что у вас есть инерция и эта инерция как раз таки и есть достижение 261. То есть, когда мы пробиваем сотку, все, мы не можем остановиться, мы бежим до 261. Вот. Поэтому всем желаю трейдерской удачи. примеров могу много привести насчет коридоров, насчет трендов и так далее, и так далее. Но вы сами их все прекрасно знаете. Рад был с вами встретиться. По золоту D1 кажется бай. Давайте посмотрим. D1 и кажется бай. Но давайте посмотрим. предложение в принципе, ваше утверждение в принципе имеет смысл успокоиться. Почему? Потому что вот так вот. 261 не достигали, четко протестировали 100 бай. Это что такое? Это золото Дели? Но если мы пойдем на бай, тогда же мой долгосрочный стоп-лосс несет. Это будет цена 12.28. Хорошо. Мы еще раз кто вопрос задавал? Геннадий задавал вопрос. Отвечу так. Мы торгуем внутри часовки же, правильно? Значит будем ориентироваться на часовку. Пусть на дневку ориентируются богатые ребята. Здесь до стоп-лосса на самом деле 200 пунктов от этой профита 600 пунктов. Поэтому они наверное будут стоять бай. Но если смотрите вы здесь говорите бай, то я перейду на недельку и скажу вам, что на недельке селл. На недельке селл. Почему? Потому что вот этот уровень пробили и мы сейчас находимся на сотке. Вот смотрите Геннадий я вам отвечаю. Вот. Пробили сотку сняли стоп-лосс не ходили на 261 вот вам на недельке селл до 261 поэтому рынок пойдет туда куда мы загадаем желание. Смотрите на недельке селл на дневке бай на часовке у нас будет то что мы хотим видеть а мы хотим видеть селл. с вами да? Но я по крайней мере хочу видеть селл. Почему? Потому что у меня есть сделка 1177 стоп-лосс 1188 тейк профит 1122. Меня кто-то вчера спрашивал я эту сделку до сих пор держу. Все, держу и вам предлагаю сегодня посмотреть кто не успел в ютубе контролируем нижние цены контролируем если их скорректируется до 50 торгуем вниз. вот и удобно представляете удобно было бы если бы был бы полуденный послеобеденный обзор послеобеденный обзор скоро появится он будет 12.30 по Москве и мы с вами сможем обсуждать Азат я вчера от вас письмо получил ну ничего не понял догадались молодцы поздравляю вас ну Азат мне вчера написал письмо что он тоже догадался как эта система работает наконец-то Азат поздравляю вас ну все давайте всем спасибо всем до завтра счастливо сегодня поторговать если получится встретимся завтра в такое же время да